Всем привет! Сегодня попробуем докопаться до сути одной такой, знаете, вечно зеленой темы для аудиофилов. Сетевые кондиционеры. Power conditioners. Реально ли они улучшают звук или это, ну, больше маркетинг? Привет! Да, тема горячая. Вопрос ведь как стоит? Платишь деньги, иногда немалые. А есть ли толк? Попробуем разобраться, что это за девайсы такие и есть ли от них реальная польза. Отлично! То есть наша задача понять, что эти штуки вообще делают с электричеством и как это и в теории, и на практике влияет на звук. Именно. Какие проблемы они решают и решают ли так, чтобы это было слышно? Не забудьте поставить лайк и подписаться, чтобы мы могли раскрывать еще больше таких секретов. Информация в этом ролике максимально сжата, поэтому смотрите до самого конца, чтобы узнать все важные детали. А теперь поехали! Окей. Ну вот сразу вопрос, который, мне кажется, у многих возникает. У любого усилителя, ЦАПа, ну, у всего этого хай-фая, есть свой собственный недешевый блок питания? Конечно, есть. И он ведь должен, по идее, фильтровать сеть, стабилизировать там что-то. Зачем тогда еще одно устройство? Это, можно сказать, центральный вопрос. Да, именем встроенные блоки питания, их основная задача как раз и есть – преобразовать сетевое напряжение и очистить его для чувствительных схем внутри. Во-первых, сам термин – сетевой кондиционер. Он какой-то общий, да? Очень общий. Это не один тип устройства. Это, скорее, зонтик такой, под которым куча всего разного. Никакого единого стандарта. Функции могут сильно отличаться. Например, что они могут делать? Ну, самое простое и понятное – стабилизация напряжения. То есть, если в сети оно скачет, утром ли падает, днем ли подскакивает, он держит сетевое напряжение в рамках. Это очень понятная защита. Ага. Тут польза явная. Вопросов нет. Потом сетевые фильтры. Они давят импульсные помехи. Такие короткие резкие всплески. Молния где-то ударила или сосед дрель включил. Вот это вот все. Ясно. Защита от скачков. Да. И еще фильтры от радиочастотных и прочих электромагнитных помех. Так называемых RFI и MI. Это уже такая более высокочастотная грязь, которая лезет и лезет из сети. От работающих импульсных блоков питания, от Wi-Fi роутеров и от кучи всего. Иногда еще ферритовые кольца на кабель надевают, чтобы по кабелю помехи не лезли. Некоторое время назад встречались утверждения, что это некая магия. Действительно так и может показаться без знаний электротехники, но нет. Это научно подтвержденная и измеряемая защита. Используется как в бытовом, так и в профессиональном оборудовании. То есть вся эта система для фильтрации разного рода шумов? В основном да. Но есть и более продвинутые решения, например, изолирующие трансформаторы. Они полностью изолируют вашу домашнюю сеть и ту, от которой питается аппаратура. Это называется гальваническая развязка. И зачем она нужна? Во-первых, для безопасности. Такие трансформаторы часто ставят там, где человек может коснуться проводки. Например, в медоборудовании или во влажных помещениях. Во-вторых, для чистоты питания. Если упростить, трансформатор разрывает прямую связь с сетью. И часть помех просто не может пройти дальше. Из-за фильтрующих свойств трансформатора. И это может быть полезно и против так называемых земляных петель. Земляных? Как это? Да, ты не ослышался. Земляных петель. В нашем видео имеется в виду земля, та, что в электрике. Представьте, что у вас несколько устройств подключены в розетке. И соединены между собой межблочными кабелями, по которым передается звук. У каждого устройства есть заземление корпуса через розетку. И в идеале все корпуса должны быть на одном уровне напряжения относительно земли. Но в реальной жизни между ними могут быть маленькие разницы этих напряжений. Такая разница напряжения приложена к контуру, замкнутому через общую землю. Создается путь для протекания тока. И наводки от этого тока могут попадать в аудиосигнал и давать гул, слышимый в колонках. Гул с частотой тока в сети. 50 Гц в России. В других странах другие частоты. Понял. То есть трансформатор эту петлю разрывает. Трансформатор не разрывает петлю в прямом смысле, а предобвращает ее образование. Он создает новую изолированную электросеть. В ней можно организовать правильное локальное заземление. Это исключит разность потенциалов. Корпуса устройств подключаются к локальной точке заземления одинаковыми короткими проводами. И напряжения на корпусах становятся практически одинаковыми. Вопрос земляных петель и изолирующих трансформаторов достаточно обширен. Разные конфигурации. Здесь мы слегка коснулись этой темы. И, возможно, появилось больше вопросов, чем ответов. Поэтому далее обсуждать эту тему стоит за рамками этого видео. А проводить разработку и установку систем питания с изолирующими трансформаторами должны только подготовленные специалисты во избежание трагических случаев, а также для эффективного устранения помех. Ясно. Продолжим. Еще бывают устройства, называемые DC-блокеры. Они убирают постоянную составляющую из сети. Это когда в стандартном переменном токе появляется небольшое постоянное напряжение. Из-за него трансформаторы в блоках питания начинают гудеть и греться. И это плохо для аппаратуры? Да, потому что со временем это может усилить ее износ. Ну и менять режим работы блока питания. Есть и другие сетевые кондиционеры. Для дорогой техники часто используют целый комплекс. И фильтры, и стабилизаторы, и ИБП – источники бересперебойного питания. ИБП – это чтобы электричество не пропадало? Такой же, как тот, что к компьютеру подключают? Да. Он дает несколько минут или часов работы при отключении электричества, чтобы вы могли спокойно сохранить данные или выключить аппаратуру без резких обрывов питания. То есть, если свет отключат, с бесперебойником музыка все равно будет играть? Да, какое-то время от встроенного аккумулятора. Но есть важная деталь. Недорогие ИБП при питании от батареи часто выдают электричество не в виде идеальной волны, а в более грубой, ступенчатой форме. Или обрезанная синусоида, или прямоугольная форма, например. Для звука это может означать лишний шум или неприятный гул, если ее источник питания не рассчитан на такое. Переключаются они на батарею в тот момент, когда напряжение в сети выходит за безопасные пределы или свет полностью пропадает. А вот более дорогие устройства, например, некоторые сетевые кондиционеры и премиальные ИБП, могут формировать идеально ровную синусоиду и во время работы от сети, и при работе от батареи. Для звука это может быть лучший вариант. Все зависит от того, как сделан входной источник питания. А также на выходной кабель бесперебойника поближе к нему можно повесить ферритовое кольцо, чтобы уменьшить излучение с этого кабеля при несинусоидальном и зашумленном питающем напряжении. Так, с функциями понятно. А откуда вообще эти электромагнитные помехи берутся, с которыми борются сетевые кондиционеры? Ну, как уже сказали, основной путь — сама электросеть и ваши же приборы дома. Холодильник, микроволновка, компьютер, приборы соседей. Что-то приходит извне по общей линии питания. Второй путь — по воздуху. Радиоволны, Wi-Fi и так далее. Их тоже кондиционер не пропускает на выход? Хороший фильтр RFI-AMI — да. Должен ослаблять то, что приходит по кроводам. То, что по воздуху напрямую в аппарат лезет, с этим работают другими методами. Плюс, не забываем, что сам блок питания аппаратуры тоже может быть источником помех для остальной схемы. И цифровые блоки устройства могут давать помехи, пролезающие в его аналоговые и цифровые части. Получается, борьба за частоту звука идет на всех направлениях — и в электрической сети, и внутри самого устройства. Кстати, о частоте внутри. Это ведь касается не только аналоговой части, но и цифровой, верно? Абсолютно. Цифровые части тоже не любят помехи. И качество цифрового сигнала не менее важно. Отлично. Значит, в первой части мы разобрались, что такое сетевые кондиционеры, какие они бывают и с какими проблемами они борются. От стабилизации напряжения до фильтрации высокочастотной грязи. Именно, мы заложили основу. А вот в следующей серии мы перейдем к самому интересному. Подробно рассмотрим, как все это влияет на звук, можно ли это услышать, и как это проверяется, не полагаясь на чужие слова и маркетинг. Ставьте лайки, задавайте вопросы, делитесь своими мыслями и опытом в комментариях. Что вы думаете о кондиционерах питания? Все это помогает нам создавать новый контент. Подпишитесь на наш канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить вторую часть. И если было интересно, поделитесь ссылкой на это видео с друзьями. До новых встреч, друзья, и пусть ваш звук всегда будет безупречен. Мы поговорили об аналоговой частоте звука. Ну а что насчет цифровой? Не секрет, что даже при простой конвертации разрешения аудиофайлов можно потерять качество. Автор нашего канала разработал Aoi Converter – профессиональную программу для тех, кто ищет безупречность в каждой ноте, особенно тех, кто для этого уже инвестировал в дорогую аппаратуру. Хотите убедиться сами? Скачайте бесплатную версию нашего аудиоконвертера без ограничения качества звука. Это вас ни к чему не обязывает. А чтобы вы могли еще более полноценно оценить качество, мы убрали 2 секунды тишины при конвертации одиночных файлов до 24 бит 192 кГц на входе и выходе. И вы сможете пользоваться этим в своей повседневной жизни. Проведите эксперимент со своими любимыми треками именно на своей системе. Вы слышите разницу? Если вам понравится, вы можете поддержать наш проект, включая этот канал, купив полную версию. С ней вы получите неограниченную пакетную обработку, сможете сэкономить время и, не отвлекаясь на мелочи, работать с вашей любимой музыкой на полностью профессиональном уровне, без пауз и других ограничений. Все ссылки в описании. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин